Ко мне на обзор попали клавиатуры Вармила, и вместо того, чтобы рассказывать с какими эмоциями я впервые брал их в руки, лучше сами посмотрите. Клавиатуры этого бренда считаются одними из лучших вообще, то есть вообще. Так ли все однозначно, сейчас попытаемся выяснить. Привет, меня зовут Сергей, и это Вармила VA-108M и VA-87M. Поставляются они в светлых лаконичных коробках. По комплектации сам борт, кабель мини-USB, кипулер, несколько сменных хикапов и макулатура. А, ну и пластиковая крышка, которой некоторые накрывают клавиатуру, пока ее не используют. Нет слов. Первая разница, которая бросается в глаза, это форм-фактор. VA-87M это TKL, то есть отсутствует цифровой блок. И VA-108M полноразмерная. На этом различия не заканчиваются. У VA-108 классическая верхняя крышка, закрывающая свечи, когда TKL-версия не определилась, хочет она быть классикой или скелетоном. Чревато это тем, что из-за нижнего расположения подсветки, которая, к слову, умеет только в белый, свет немного бьет в глаза. На максимальной яркости некоторые кикапы просвечиваются, и в целом выглядит это так себе. У VA-108M подсветка через кикапы тоже просвечивается, от чего я сразу ее выключил. Тем более, что тут стоят качественные, приятные на ощупь, но не прозрачные кикапы, от чего нужность подсветки тут под большим вопросом. Зато рисунки и символы нанесены путем сублимации, то есть они не сотрутся со временем. Все, кроме вспомогательных символов, которые расположили на торце клавиш. Следующее различие – расположение гнезда для кабеля. В TKL его разместили по центру в специальном углублении, и конструкцией предусмотрена возможность проложить шнур прямо или в сторону, а у VA-108 он просто вставляется справа. Как по мне, решение странное, то есть что мешало сделать, как в TKL-версии? Для кого-то спорным моментом может быть отсутствие фирменного приложения. Для меня же это несущественно, и, как говорил в обзоре клавиатуры X3Fi, я такое поддерживаю. Все? То есть не с обзором, все, с минусами покончено. Вот правда, не считая мелких нюансов, в Armila это просто топ. На сегодняшний день я не пробовал клавиатуры лучше, чем VA-108. Вообще, есть вариации с разными свечами, у меня же шикарные Cherry MX Red, без эффекта песка и подобных нюансов. Качественные смазанные Cherry стабилизаторы, которые отрабатывают близко к идеалу. Шумовка, которую проложили внутрь, и все это в совокупности с PBT-кикапами вызывает желание печатать да побольше. Ребята, которые пишут, что тихая только мембранка, а механика шумит, как старая печатная машинка. Специально для вас. Ну, не такая уж и большая разница. Но, чтобы до конца быть честным, тайпинг на TKL версии чуть хуже. Звук, с которым нажимаются кнопки, немного отличаются, в нем малость больше высоких частот. Подозреваю, что это из-за меньшего корпуса. Если не сравнивать лоб в лоб, было бы незаметно, но я тут для того и есть, чтобы подмечать подобный нюанс. Люфт в стороны есть, но небольшой. Ножик 5, не считая двух выдвижных. Они очень цепкие. Шнур в обеих версиях без оплетки длиной полтора метра. И, ну правда, мини-USB. Что мешало поставить Type-C? Казалось бы, ну, мини-USB и пес с ним, но моя беспроводная мышь с Type-C входом. И мне было бы куда удобнее иметь один шнур, которым бы я заряжал мышь, пока не пользовался бы клавиатурой. Но вместо этого мне нужно по шнуру к каждому устройству. Хотя, есть у меня одно решение. Вот теперь идеально. Мышке лет 10, между прочим. Также не забываем, что у Вармила есть куча расцветок, и мне нравятся все. Нравятся настолько, что я не могу выбрать лучшую, а посмотреть варианты можно на сайте Elmir.ua. Ссылку прикрепим в описании. Например, VA87 у меня в расцветке Moonlight, а VA108 в версии Summit. И если 87-я хорошо подойдет для любителей строгих тонов, то 108-я просто бомба. Красивые цвета, клавиш с симпатичными иконками. Весь плейт сделан под дерево, и я имею ввиду весь. Пока в ТКЛ обычное днище, хотя и с цветом металлик, то у полноразмерной тут текстура древесины и силуэт горы. А по центру металлическая пластина с краткой информацией. Просто шикарно. Ну и чтобы подбросить ложку дегтя, цена. Она от 170 до 210 долларов, в зависимости от модели и расцветки. Для меня дороговато, но нужно понимать, что это крайне качественные клавиатуры. VA108M я вообще готов назвать лучшей из тех, что я пробовал. Так может цена и не завышена? Подводя итог, оба варианта хороши, но полноразмерная версия мне понравилась больше. Закрытые борды, за которого светодиоды не слепят глаза, более тщательный подход к дизайну, и в целом клавиатура ощущается чуть более качественно. ТКЛ-версия тоже хороша, но учитывая ее стоимость, я бы выбрал экстрифай К4 ТКЛ. Не считая АБС кикапов, установленных в экстрифай, она не показалась мне хуже. Тем не менее, Вармила подтвердила статус фирмы, которая выпускает топовые клавиатуры. И если еще совсем недавно китайская продукция воспринималась как товары второго эшелона, то сегодня можно с гордостью ставить штамп Made in China. Это все, о чем я хотел сегодня рассказать. Если обзор нравится, подписывайся, лайки только по заслуженности, а я желаю тебе удачи и до встречи в следующих роликах на канале Elmir.ua. Пока!